Всем привет, меня зовут Евграф, мы в новой студии, и сегодня я буду готовить коктейли из фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Что не то кажется. Так-то лучше. Это второй выпуск из рубрики, которая началась, когда я готовил коктейли из «Киберпанк-2077». Можете посмотреть, но я еще не придумал название для этой рубрики, поэтому пишите в комментариях, как назвать. Ничего лучше, чем, типа, коктейли из многоточия, я не придумал. В фильмах Тарантино люди часто что-то выпивают, едят, но, пожалуй, «Однажды в Голливуде» он превзошел сам себя, потому что там много коктейлей, и вот сегодня мы будем делать примерно 5, ну там 4-5 из них, которые люди прям там готовят и пьют. И довольно все это близко к истине. Если кто не знает, «Однажды в Голливуде» это фильм, повествующий о голливудском актере Рике Далтоне. В 1969 году происходит действие этого фильма, в Голливуде, соответственно. И он, которого играет Ди Каприо, и его каскадер-персональный ассистент, которого играет Брэд Питт, они там, типа, тусуются, какие-то события с ними происходят. Ну и там есть и реальные персонажи, жизнь которых складывается немного не так, как в реальности. Ну и есть и вымышленные, как вот эти два. Фильм неплохой, если не смотрели, посмотрите, но, правда, лично я считаю, что он довольно слабый. Но не по части коктейлей. Итак, начнем, как говорится, сначала. Первое, что мы приготовим, это «Кровавая Мэри». «Кровавая Мэри» — это первый коктейль, который кто-то на экране пьет, точнее, ест. Герой Брэда Питта, которого зовут Клифф Бут. Вообще-то забавно. Брэд Питт, Клифф Бут. И это происходит в баре. Там вполне конкретно видно, что именно он делает с этим коктейлем. И сейчас мы это воспроизведем. Я поставил охлаждаться бокал. У него там, правда, хоррикейн такой с широким низом и такой формы. Ну, знаете, что такое хоррикейн, надеюсь. Должны уже знать. Но у меня его не было, поэтому я использую такой вот хайбольчик. Он охлаждается, потому что коктейль будет подаваться без льда. Там делается акцент на том, что он его, ну, типа, черпает сельдереем прям из бокала, и там нет льда. То есть иногда «Кровавая Мэри» делает со льдом, иногда без льда. Сегодня я буду делать в шейкере, но подавать без льда. Кстати, дегустировать сегодня будет ваш давний друг Феникс, который жив. Первым делом насыпем в шейкер льда. И будем собирать коктейль. Порция большая, поэтому мы туда отправим сразу же сатэн водки. Это будет вот эта у нас водочка хорошая. Сатэн – это когда 50, а потом еще 50. У нас смотреть надо только с 18 лет, так что вы должны уже были закончить школу и знать, сколько будет 50 плюс 50. С водкой все. Теперь добавляем томатный сок. В принципе, крепость «Кровавая Мэри» она по вкусу. То есть кто-то любит покрепче, кто-то любит меньше водки, больше водки. Мы добавим 200. А давайте 200, хватит. 200 нормально. Сейчас еще обводнится немного. Так что у нас, ну хорошо, еще чуть-чуть. 225. И дальше переходим непосредственно к основным таким вещам, которые добавляют в томатную Мэри, всякие специи и прочее. Во-первых, обязательно надо добавить вустерширский соус, который не ворчестерширский, а вот эта вот надпись – это «Уэстершир». Его можно так хорошо, раз, два, три добавить. Так, это еще несколько, где-то 3-4 дэша, чтобы он чувствовался. Дальше посыпем солью. Хорошо сюда добавлять сельдереевую соль, ну это типа селери-солт, но у нас что-то такое не продается, во всяком случае я не встречал. Поэтому я купил какую-то адыгейскую соль. Она там со всякими там чесночок, там еще что-то, какие-то специи. Ну, грубо говоря, вот эта вкусная соль. Можно так посолить. Обязательно пробуйте томатный сок, если он соленый, то, соответственно, соль добавляйте меньше или вообще не добавляйте, так что смотрите там. Дальше, ну, перчика можно немного. Раз, два, достаточно. И соус. Я вообще не люблю табаско, но я купил специально для этого выпуска табаско, потому что Клифф Бут добавлял именно его. Прямо в стакан. Судя по тому, что он прям лил себе в стакан уже готовый коктейль, то там его было мало, поэтому мы сделаем вот так пару капель. Все. И я еще люблю добавлять в кровавую мэри лимонный сок. Немного, где-то десяточку, все, не больше. Ну, может быть, 15, хорошо. Вот это максимум. То есть немножечко лимона, оно очень освежает, делает более приятным как-то. Добавьте, если хотите. Если не хотите, не добавляйте. Опять же, попробуйте свой томатный сок и поймете, дано вам или нет. После этого переливаем коктейль в шейкер и шейкуем. Ну, первый шейк я сегодня посвящу, конечно, новой студии. И виды новой студии, наконец, покажутся. Я надеюсь, на экране, если монтажер не забудет. Е-бэби, коктейль взбит. Теперь берем стрейнер. И аккуратненько, уже можно без всякого ситчика, переливаем кровавую мэри в охлажденный, замечу, бокал. И кровавая мэри готова. Естественно, она украшается сельдереем. Вот такая веточка была в фильме. Прям здоровая ветка. Вот так красиво это выглядело. Правда, другой был бокал, как я уже сказал. Ну, что ж поделать теперь? Говорит мой отец, что теперь облассраться и не жить? Кровавая мэри, которую пил Клифф Бут, готова. И приглашается Феникс, который на него не совсем похож. Моложе в три раза примерно, чем Брэд Питт. И живот больше, тоже, чем у Брэда Питт. Зато это же клевый. Несомненно. Пожалуйста. Спасибо. Но ты отпей, попробуй сначала. И потом мы немножечко еще произведем тут одно действие, как было в фильме. Давай. Во-первых, он его не пил, он его ел сельдерей. Ты берешь сельдерей и ешь? Я помню. Ну давай. Пей. Можешь пить. Ну так. Прикольно. Кстати, очень прикольно. Обычно кровавая мэри, это просто когда мешает водку с... Да. Ну так и есть, это и есть. Потом он такой, типа, нет, слишком мало. И такой вот так вот сделал. Давай, давай, табаско, табаско. Это так в фильме. Потом перемешал с сельдереем и поел сельдерей. Я понял, зачем я здесь. Не, ну это всего лишь табаско. Вообще, для тех, кто кроме табаско не знает острых соусов, я рекомендую попробовать любой другой. И он будет лучше, скорее всего. Именно острый соус. Какая-нибудь Луизиана, их много всяких брендов. Короче, даже Рэддейл какой-нибудь. Табаско просто очень много уксуса, я поэтому не люблю. Он самый раскрученный, мне это тоже бесит. Эта штука вообще напоминает кровавое месиво на пляже. Почему на пляже? Да, и давай хрум, хрум. А к сельдеревьях относишься? Ну, сейчас узнаю. Я никогда не пробовал такой. Ляль другие. Ну, что? Ну вот, да. Брэд Питтер, он же во всех фильмах ест. Это даже есть такое клише. Практически в любом фильме, в котором есть Брэд Питтер, он что-нибудь ест. И даже коктейль он не пил, а сидел и жрал сельдерей. Я не знаю, это специально было сделано или просто прикол. Вот. Ну, в общем, если хотите, другие рецепты кровавой мэри мы делали два раза. Мы делали давно рецепт, который Ютуб, значит, в какой-то момент забанил, а теперь не ищет. Он, типа, нормально, но не ищется. На сайте это ищется. А есть второе, там, три версии. Мы делали шейком, стиром, еще как-то и Вася делал. И тоже получилось весело. В общем, можешь забирать. Хочешь попробовать? Нет. Зачем мне это говно пробовать? И переходим ко второму коктейлю, который пил в фильме Аль Пачино, точнее, его герой Мартин или Марвин Шварц. Это, кстати, реальный продюсер, который существовал там в 60-х годах в Голливуде, естественно. И он пил мятный джулип. Он делается вот в таком джулип капе. Джулип кап – это специальная вот такая чашечка, стакан, не знаю, для подачи джулипов. Я даже не знаю, что-нибудь еще в нем вообще, помню, ничего не подают. Это вот прям придумали и давайте, короче, делать. Окей. Для мятного джулипа нужна мята, естественно, потому что мятный коктейль. Как написано в рецепте, 8 листиков мяты. Ну, примерно, не обязательно считать прям, но примерно 8. После того, как добавили мяту, добавляем сахарный сироп. Я его сам делал, у меня 2 к 1, поэтому я добавляю где-то вот чуть больше, вот так, полторы ложечки, наверное. Вот так, можно чуть-чуть. Вопрос в том, насколько вы сладким хотите, чтобы получился ваш мятный джулип. После этого доставим орудие пролетариата и немножечко мнем в сиропе вот эту вот мяту, чтобы она, конечно, отдала свой вкус, аромат. Супер, там, кашу делать не надо, так буквально 10 раз помяли. Все. Получился из сахарного сиропа, по сути, мятный сироп с кусочками мяты. Дальше добавляем бурбон. Выбирайте бурбон, который вам больше нравится. Я люблю вот этот. 60 миллилитров наливаем в наш джулип кап. И теперь нам надо сделать лед фарапе. Он же колотый лед. А у нас здоровые такие вот куски, которые я прям руками хватаю. И по методу Василия Захарова. Кстати, мешочек, который приходит с всяким инвентарем, который вы заказываете у него в магазине Custom Bar. Ссылка в описании. Мы берем тот самый мадлер, ну или что-нибудь другое. Начинаем колоть прям со всей дури. И когда у нас нормальный лед превратился в какую-то кашу непонятную, мы это дело пересыпаем аккуратненько в практически снег. После этого берем ложечку барную, аккуратненько смешиваем, чтобы, естественно, коктейль размешался. Видите, сразу лед уходит, но не знаю, видите вы или нет. И смысл этого действия в том, что мы типа перемешиваем и у нас запотевает наш кап. Это типа запотел, значит все правильно. Значит типа охладилось, значит там все, лед отдал свою энергию. И нужно еще немного фраппе. Досыпаем просто сверху такую горчку, чтобы у нас все было холодное и сверху весело торчало. После этого мятный джулип обязательно украшается мяткой. Ну и втыкается в него трубочка. Желательно джулиповская трубочка с таким железной, с такой ложечкой как бы на конце. Она позволяет с удобством пить такие коктейли с колотым льдом, но у меня такой нет. К сожалению, пожалуйста, мятный джулип готов, приглашается в Феникс ее попробовать. Пробуй. Должен себя почувствовать Аль Пачино в этот момент и начать говорить таким голосом и перестать играть кого-то кроме себя. Я уверен, у него только была нормальная трубочка. У него, кстати я вообще не помню трубочку, напишите в комментариях, что у него там было с трубочкой. Я вообще не помню, что бы он его пил, но то, что его принесли, это факт. Это я помню. Но его пью я, меня никто не приносил. Ну ты бы они там сидели. Там, кстати, в этот момент еще Рик Далтон пил какой-то прозрачный непонятный коктейль, но непонятно какой. Так, ну-ка. На мой вкус бурбона многовато, но очень вкусно. Ну так это смысл в этом, да. Бурбона должно быть много. Это вот эти все классические коктейли, ну, олд-фэшн в ту сторону тоже. Это как бы алкоголь, который немножечко приукрасили, чтобы было не так крепко, не так, то есть было бы послаще, какой-то вкус. Там еще биттер туда добавляют какой-нибудь ангастур, но это, кстати, не обязательно совершенно, но можно. Не, вот сюда точно не обязательно. Ну там, да. Он хорош, каким он есть. Хорош. Ну да, кстати, это я. Как бы это неудивительно казалось, я не люблю крепкий алкоголь. Это я и сама. Офигенный, по-моему. Да ну ладно, вообще офигенный. Ты что, он не такой уж крепкий. Там лед-то подтаял, там же краш, фраппе. Ну, как бы дело вкуса, конечно. Кто-то любит нормальный коктейль, кто-то бронепоезд дохерачит. Но не любит их. Без любви. Абсолютно. Я вложил туда только свою душу. А, да. И все. Вот. Ну, опять же, минджулип мы тоже готовили, вы можете посмотреть, если хотите, в углу. Ну, зачем, если уже вот он. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо, что попробовали. Третий коктейль, который мы сегодня готовим, это виски саур. Виски саур проходит нитью через весь фильм, потому что Ди Капри его пьет не один раз. Но меня запомнился, наверное, всем тот момент, когда он сам его приготовил в шейкере. Там прям показывается, как он его делает. Правда, сахарный сироп не видно, как он добавляет, но яичко там и все остальное он делает. Но, правда, потом он его переливает прямо из шейкера вместе со льдом в пивную кружку. Ну, стайн, то, что называется по-английски, бир стайн. Ну, такая дурогая пивная кружка с крышкой еще. И, типа, потягивает лежа в бассейне. У нас нет бассейна. Пивная кружка-то не проблема, но не хочется выпить там сразу восемь виски сауров, поэтому мы приготовим одну нормальную человеческую порцию. Виски саур мы готовили не раз. Чтобы лучше бокал охлаждался, мы добавим немножечко водички. И приступим. Ну, коктейль, естественно, простой, потому что туда входит яичный белок. Если не уверены, то отделяйте яичный белок не прямо над джиггером. Короче, его где-то, типа, 20 миллилитров надо. Ну, это примерно половина или, там, две трети белка от одного яйца. Ну, зависит, конечно, от размера вашего яйца. Собственно, белок добавляем в шейкер, потому что коктейль готовится в шейкере. С сухим шейком заморачиваться сегодня не будем, потому что Рик Далтон не заморачивался точно. То, чего там не видно, это сахарный сироп. Ну, как бы, виски саур без сахарного сиропа, это, извините, пожалуйста. Короче, 20 сиропа, но у меня 2 к 1, поэтому я налью 15. Это, как бы, не так работает, как вам кажется, что, типа, в два раза больше сахара, поэтому сироп в два раза более сладкий, да, там, типа, с чем один к одному? Нет. Потому что из килограмма сахара и литра воды не получится 2 литра сахарного сиропа. Математика. Дальше обязательно, конечно, идет лимонный сок. Лимонного сока 25. И, конечно же, бурбон. Бурбон я выбираю на ощупь, поэтому не знаю, какой, даже не смотрю, видите, какой-то бурбон. Бурбона, ну, типа, 45, ну, давайте уж там, 45-50, ну, так, немножко, 47 с половиной. Дополняем льдом, собственно говоря, другую половину шейкера и взбиваем. Взбивать надо долго и упорно, потому что мы, во-первых, не делаем сухой шейк, то есть без льда взбивать не будем, как и Рик Далтон. Поэтому мы взбиваем долго и упорно. Чему бы посвятить шейк? Не знаю. Будем считать, что мы хорошо взбили. Вообще, типа, взбивается, пока не устанут руки, такой принцип. Выкидываем лед с водой, который охладили наш бокал. Мы вместе со льдом прям сразу пересыпаем все, что получилось, в бокал. Вообще, конечно, надо было положить новый свежий лед и отсидеть аккуратненько сверху. Но он не запаривался, потому что он алкаш. И ангастуру он сверху никакую не добавлял, ничем не украшал. В принципе, и пьется он без трубочки. Это коктейль, поэтому все. Виски, саур, по-рикдалтоновски. Но только одна восьмая примерно порция готова. Феникс, заходи и пробуй. Там он немножко разошелся, естественно. Да, вижу. Пока мы там, типа, снимали то-сё. Но причем он и должен расходиться здесь какое-то время. Поэтому надо пить. Ну и свежий лед помог бы. Очень вкусно. Но свежий лед помог бы. Помог бы. Ну естественно, нет, как бы. Мы делали так, как делал он. Кроме пивной кружки огромной. Хрум-хрум. Да, вот именно в этом он помог. Потому что там были бы куски льда, которые не надо хрум-хрум. Кстати говоря, он там шейковал очень так это, как это вяло. Он так вот делал как-то. Да, он все так делал. Да. Вот, да, нормальный виски саур. Все все про него знают. Ты почувствовал себя звездой, заходящей звездой Голливуда из золотой эпохи. Который вяло шевелит ручками. Например. Да. Именно так я себя ищутил. Отлично. Пошевели ручкой. Покажи. То, что надо. Все, ладно. Продолжаем. У нас еще сегодня два коктейля. Они похожи, но они разные. Оба их пил Риг Далтон. Это две маргариты. Маргариты там пьют постоянно тоже, регулярно, в разных барах. И сам себе делают Риг Далтон замороженный в конце. Но сегодня мы будем делать маргариту, которую они пили. Ну или подобие того, что они пили в ресторане Каса Вега. Есть даже рецепт этой маргариты конкретной вполне. Берем, естественно, бокал маргариты. Он у нас довольно-таки здоровый. Охладим его с помощью льда. И пока будем охлаждать, сделаем в шейкере, собственно говоря, напиток. Для маргариты, естественно, нужна текила. Я взял обычную текилу. По идее, в этот коктейль хорошо добавлять, типа, какой-нибудь Аньеха, выдержанную текилу, прикольную. Но это же маргарита, господи. Вот. Я делаю двойную порцию, поэтому я наливаю 60, а потом 90. Дальше нам понадобится 60 сока лайма. 60 это дофига, конечно. Ну, а маргарита это же такой крепкий коктейль. Кисло-сладкий. Он, на самом деле, похож на виски саур тем, что там есть алкоголь, есть кислая часть и сладкая часть. А разбавлять особо не разбавляют. То есть это насыщенный кисло-сладкий коктейль на основе какого-то бухла. 60. Ну, может быть, и 55. Достаточно. Дальше идет трипл-сек, ну, мы используем куан-тро. Это, в принципе, то же самое. Разницы особо нет, кому что больше нравится. Двадцаточек. Трипл-сек. И, собственно, все. Потому что в ресторане Каса-Бьеха не добавляют сахара, они добавляют сока, но потом, после шейка. Поэтому мы выкидываем лед из охлажденного бокала, насыпаем лед в шейкер и шейкуем. Шейкуем хорошенько. И посвящаем этот шейк, ну, пусть будет Чи Гевара. И дальше с помощью стрейнера и барного сита, так как у нас там есть цитрусовый, там, скорее всего, от него что-нибудь осталось, мы переливаем полученный коктейль в бокал. Я не стал делать рим никакой, то есть делают, ну, каемочку из соли, там, лайм, типа, намазывают лаймом и солью. Но нафиг надо, короче, зачем? Нет, зачем это. У нас не обычная маргарита сегодня. У нас сегодня Маргарита Ивановна из ресторана Каса-Вега. Но это еще не все. То есть, типа, в обычной маргарите был бы сахар уже там, и мы бы закончили на этом приготовлении. Но нам нужно добавить сплэш сока. Сок у нас сегодня высококачественный. Ну, апельсиновый сок просто. Вот так, нравится, слегка. Вот так, оп, все. Такой сплэш сока. Небольшой. Можно использовать ананасовый, можно использовать, в нашем случае, апельсиновый. Можно использовать даже клюквенный. Пожалуйста, все, что хотите. И дальше украшаем, традиционно украшается тем фруктом, или вообще тем, что содержится в самом коктейле. В нашем случае там есть лайм. Пожалуйста, лайм. Маргарита, готово. Феникс, готов ли ты? В принципе, можно использовать соль. Еще так слегка посыпать, но это... Можно сперва так, да? Да, пей так. Нет, это не потому, что это не испортит. То есть, как бы, текила, соль, лайм, это классические все сочетания. Выглядит очень клево. Вот этот вот самый сплэш опустился на дно. Ну да. Очень симпатичный. Там дальше уже можно помешать, не помешать. Кому как больше нравится. Дело такое. Очень вкусно. Кислое. Прям кислое. Ну да, кислое. Очень вкусно. Но он, при этом, он именно кислый. То есть, в нем нет сладостей. Именно очень кислый прям. Да, то есть, туда можно, если что... То есть, если вы любите обычную маргариту, вы, наверное, привыкли, что там есть сахар какой-то. Сахарный сироп. Да. Но это освежающий коктейль. Но я бы добавил больше. Хотя бы сока давайте побольше добавим. Что-то реально маловато. У нас, кстати, двойная порция. Это как бы будет вот так. В принципе, оно как бы добавляет сплэш. Не указывается, что надо мешать. Но если помешать, будет лучше, я уверен. Потому что сок, скорее всего, действительно опустился там на дно. У нас тут достаточно крепкая смесь. Много алкоголя. Он легкий. Главное, что я на дно не опустился. Ты пока еще не... Сегодня мы не делаем бронепояс, так что в порядке. Да, так лучше. Хочешь? Да, давай. Пробуй. Ну да, там вот добавляется этот фруктовый сок. То есть как бы дальше, естественно, вы уже делаете, как вам больше нравится. Подается он именно так. То есть как бы он должен быть кислый. Все нормально. Но это не последняя Маргарита, которую мы приготовим сегодня. Шикарно. Мы приготовим еще одну. И это будет замороженная Маргарита. Классическая для этого фильма. Потому что она участвует в финале сцены. Можно сказать, как бы свидетель всего развития событий. Но если вы смотрели, вы понимаете, о чем речь. Рик Далтон сделал ее. Он делает ее в блендере. Мы тоже будем делать в блендере. Я, правда, не такой он здоровый. Ну, сорян, что есть, то есть. Я надеюсь, что он пережует нормально лед, который мы туда добавим. И подавать мы этот коктейль будем прямо в блендере, в чаши в этой. Итак, приступим. Первым делом надавим сока лайма. Всего нам надо 60 миллилитров. Мы делаем такую порцию хорошую, добрую. 60 миллилитров. Идем дальше. Текила. Ну, текила та же самая. И нам надо аж 120 миллилитров. 60 ликера трипл сек. На этот раз я буду использовать просто трипл сек, а не куантрон. Он даст нам свою сладость и апельсиновость. И сахарный сироп. Ну, я предпочитаю использовать все-таки сироп агавы. Потому что текила. И плюс я купил этот сироп агавы, надо куда-то его девать. На самом деле, по вкусу, ну, есть, конечно, разница, но она не такая существенная. Вы совершенно спокойно можете использовать сахарный сироп вообще. Не проблема это. Сироп агавы или сахарного нам надо 40. Ну, то есть 30. Еще чуть. И не удалось, да, четко по джиггеру работать. Дальше аккуратно добавляем туда лед, чтобы не булькало. Льда тут надо, как написано в рецепте, горсть. Но довольно сложно взять горсть таких кубов. Ну, наверное, вот столько. Я надеюсь, что не помрет мой блендер, потому что он, конечно, не такой уж мощный. Доставим нижнюю часть электрическую. Все готовы? Поехали. Сначала импульсами. Наша задача, типа, лед побить, вы понимаете, да? Все слышат звук льда. Снимаем с блендера. Собираемся перелить в банку. И такие, а там хиппи. И, в принципе, вот, коктейль готов. Он ничем не украшается. Его надо пить прямо отсюда. Будьте любезны. Завороженная Маргарита имени Рикки Далтона готова. Заходи, пробуй. Спасибо. Наконец-то нормальная посуда у тебя. Да, надо ее, типа, так, попивать и ругаться на хиппи. В этот момент. Гребаный хиппи. Примерно так это происходит. На самом деле, обычная замороженная Маргарита. Туда еще хорошо добавлять какую-нибудь клубнику. Будет клубничная Маргарита. Или какой-нибудь фрукт. Или гребаный хиппи. Гребаный хиппи. Мне кажется, будет не так вкусно. Особенно тех, которые... Хорошо. Да? По-моему, все отлично. Правда, не фроузен версия мне понравилась больше. Ну, тут как бы дело вкуса. Нет, это тут... Такие, конечно, здоровые кубы, как у меня, не нужны. Можно было помельче наколоть лед. И быстрее он бы... То есть, он бы схватился быстрее с коктейлем вместе. У кого-то шары огромные, а у тебя кубы. Да. Ну, классная вещь. Я не люблю текилу. Но коктейли на текиле некоторые люблю. Вот часто с этим Маргарит я хорошо отношусь. Как бы дело... Дело вкуса. Кажем, свое. Отлично. Он немножко у нас более растаявший получился. Хотя есть тест. Как проверить консистенцию замороженной Маргариты. Клубочка должна в ней стоять. То есть, стоит, типа, все окей. Стоит. Но она, типа, такая немножечко... Нет, стоит нормально. Слегка вялое. Вяло стоит, но стоит. Все нормально. Значит, все в порядке. Вот так. Ну, спасибо. Спасибо тебе. Ну, непредвзятое мнение. Все рассказал, как есть. Ничего не утаил, я надеюсь. И вам спасибо, что смотрели. Там, конечно, в фильме еще пили всякие напитки, типа, хенеси, ксо там, значит, кому-то на льду подавали. Мискаль они пили. И ели, ну, что-то там, бинзон тоуст. Этот, фасоль на тосте, короче. Ну, классическое американское такое блюдо. Точнее, на самом деле, больше британское. А вот коктейли, более-менее, по-моему, все я приготовил. Единственное, вот, он пил что-то вначале, там, с вишенкой. И было что-то такое полупрозрачное, непонятное. Может быть, просто решили сделать какой-то коктейль, типа, условный, и все. А может, это был какой-то конкретный коктейль. Вот такая вот рубрика. Пишите, что еще приготовить из каких-то фильмов, из игр, может быть, что вы будете смотреть. Лайкайте тех, кто предложит то, что нравится вам. Потому что, ну, из фильмов-то я, в принципе, хорошо знаю. Фильмы, люблю кино. Про игры я вообще ничего не знаю. Поэтому, если многие предложат, как вот с киберпанком было. Типа, люди предложили, мы сделали. Я так и не играл ни разу в этот киберпанк. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, если не поставили, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Плейлист с другими видео здесь. У нас дофига коктейлей на канале, вы все это знаете. Можете смотреть. Рецептов куча. Вот все, что мы сегодня делали, все. Есть у нас в виде отдельных видео с рецептами. У нас есть Инстаграм, Телеграм. Тоже подписывайтесь обязательно. Ютуб скоро запретят. Я чувствую, Телеграм пока держится. Вроде его даже это отпретили. Распретили обратно. В общем, чем больше сайтов, всяких соцсетей, на которых вы на нас подпишетесь, тем больше шансов, что мы с вами не потеряемся в этом сложном мире всемирной паутины. Интернет. Если хотите подписаться на Феникса, ссылка на его Инстаграм в описании. Там ничего про алкоголь, просто он там есть. Ну, пожалуйста. И спасибо Вике, которая сегодня была звукооператором и следила, чтобы звук ни у кого не пропал. Так что, если какие-то проблемы со звуком, то все какашки в Вику я ссылку поставлю тоже. До новых встреч. А, еще в комментариях пишите, какого цвета мне сделать подсветку сзади, потому что у меня есть пультик, и я могу делать практически любой цвет. До новых встреч. Я, кстати, потею от кислого. Я сейчас вспотел. Если что. Есть такое. У меня, типа, проводка немножко перепутана. У меня, типа, связь не та, не та связь. Обычно жарко, типа, потею. Я, правда, и от жаркого тоже потею. Но от кислого, в общем, тоже. Кто потеет от кислого, ставьте лайк. Интересный факт. Миреев графов. Да.